всем привет сегодняшнее видео хотелось бы в нем разобрать некоторые моменты по поводу освещения моделей как бы те кто знаком с фотографией и наверно будет этот материал обычным стандартным но 3d в принципе все используется фактически с фотографией в данном случае есть вот такая вот модель она где-то в сети в свободном доступе есть ну как бы будем использовать ее то есть вот этот слой сразу переименую модель обозначил мэш соответственно он у нас свой с моделью дальше опять же самый простой способ сделать какую-то например студию сделать обычный бокс выбрать центр но перед тем как это делать нужно проверить размер модели анализ баундун бокс перп единственное что в данный момент эта версия 1.6 в ней когда какие-то предыдущие действия производились соответственно параметры не меняются то есть остается пятой версии параметры нужно перещелкивать соответственно у нас получается высота 300 миллиметров ну то есть 30 сантиметра и остальные размеры тоже даны то есть будем ориентироваться от высоты 300 миллиметров дальше можно этот бокс соответственно на свой тел бокс переместить задать ему какой-то цвет ну чтобы немножечко отличался если он нам понадобится и в принципе выключить его дальше соответственно мы создаем такая будет студия переходим на нее и берем обычный бокс выделяем центр установлен 0 и даем габариты то есть у нас модели 300 миллиметров попробуем поставить бокс 2000 то есть по всем сторонам как будет таким дальше на виде справа положим мне удобно делать кому-то может быть по-другому я отрываю одну поверхность отрываю вторую поверхность отрываю еще две то есть по правой кнопки инструменты эксплуатый строк церковь без копирования и удаляем то есть у меня получается какая-то заготовка приблизительно но я эту заготовку сделаю таким образом я ее разобью сделаю эксплуат вот эту часть немножечко опущу ну если опускать пускай будет на минус 350 я подвину вот такое расстояние пускай будет так и соответственно переверну на лицевую сторону то есть у нас есть скажем так фон и есть основание дальше заходим в настройки игры у нас здесь все если не стандартно то мы нажимаем вот эту кнопку реверт соответственно у нас в этом случае все возвращается на место как и было то есть чего бы значить я пока закрою это вернусь нам нужно увидеть камеру нашу то есть как это все будет отображаем камеру и соответственно убираем две точки вызываем панель выбираем сетпоинт и поскольку мы вверх вниз будем то у нас зетпоинт и мы камеру будем двигать вот таким вот образом нам желательно поставить камеру где-то в середину модели но если четко ставить то с привязкой ни по середине можно установить вот таким вот образом почему посередине если мы скажем будем как это работает по факту то есть если у нас рост такой же как и у модели вот такой да то мы фактически снимаем таким образом будем снимать то есть у нас пропорции нарушится если у нас идет от середины то у нас в одну сторону такой камере мелкое отступление то есть выделяем две точки еще раз и теперь выравниваем камеру по x по верхнему окну видовому вставим ее в ноль и тут же переходный перспективу меняем ну для съемки можно использовать 50 мм можно поставить на камеру 85 нужно поставить 135 предположим 85 и 135 это от 85 до это у нас портретные скажем расстояние фокусная но ставим 85 пускай будет вот эту точку можно выровнять строго центр в ноль соответственно вот эту подвинуть на то расстояние которое нам будет комфортно в данном случае будет часть можно уже выключить соответственно заходим в настройки и выбираем здесь размер кадра потом будет я поставлю square то есть квадрат один на один и ключом отображения границ кадра в данном случае скажем так у нас есть приблизительная заготовка в эту заготовку можем сохранить у меня предыдущая была камера 120 в данный момент я поставлю кам кам 85 желательно фокусное расстояние указывает чтобы не запутаться пускай будет таким образом нажимаем сохраняем то есть у нас в данный момент вот такая ситуация теперь нам необходимо как минимум попробовать окно включить предварительную визуализацию то есть интерактив соответственно здесь мы все выключу и я переключусь на rgb то есть у меня здесь отметка стоит о том что данный момент интерактив запущен но как бы ничего не отображается то есть все темно у меня в разделе инваринум то есть окружение в играунт черный свет нет никакого освещения то есть если начинать поднимать инваринум то там начинает что-то появляться уже вот какие-то моменты у нас появились то есть мы еще больше поднимаем что-то уже есть то есть все зависит от того какой цвет стоит вот здесь если нет никаких источников света то есть у нас здесь только солнце и то оно выключено соответственно нам нужен какой-то источник света но поскольку как бы будем смотреть стандартное освещение то нам необходимо сделать какие-то заметки то есть в данном случае будем исходить из такого понимания как функции задачи света именно для данного то есть первое это у нас начнем а можно начинать с разных моментов только привык в разной литературе написано по-разному то есть будем идти наоборот фоновый свет второй у нас идет он правый цвет эти у нас идет заполняющий но как бы вот в этом месте нужно поставить немножечко изменение и соответственно нас поменяется то есть бывает такое что все наоборот то есть если варианты указывают некоторые люди делают вот таким вот образом некоторым удобно делать наоборот то есть получается вот этот пятый вот этот первый кто-то начинает с фонового света кто-то с рисующего только в этом отличие то есть этот у нас второй соответственно этот остается третьим как и есть дальше у нас идет моделирующий и соответственно фоновый то есть кому как удобно то есть тут кому как только по поводу удобства вот мы как бы будем ориентироваться от этого момента то есть я немножечко вот так вот это все чуть-чуть уменьшу чтобы мы сильно не мешало и куда-нибудь его вот сюда повесим ну конечно скрывается постоянно то есть теперь у нас получается что есть сцене надо разобраться то есть вот это у нас он он ему бы конечно можно было бы сделать вот таким образом то есть вызвать вот эту панель поставить ее сюда и вот выбрал вот это замечательную штуку написать фон то есть то есть background вот сюда то есть соответственно у нас вот эта часть ну оправняем ее по углу и соответственно по верху вот сюда и можно можно это как бы попытаться объединить группу но наверное скорее всего лучше было бы сделать иначе то есть не через эту панель а через текстовую соответственно указать фонд и здесь написать background вот таким образом поставить да и увеличить до какого-то пускай в четыре раза больше вот отравнять это все по верху по этой части можно даже еще увеличить ну то есть до каких-то размеров которые там читаемые то есть соответственно отравняться вот так и можно это объединить в группу пускай будет вот эта часть у нас получится пол то есть обзорем это так только это теперь у нас будет просто ground то есть вот таким вот образом и на вот этом в виде то есть выбираем это все пускай будет вот так но это мало то есть соответственно опять же отравниваем по верху и отравниваем по правой стороне с привязками ну и тот же вариант в группу чтобы была подписана ну соответственно дальше у нас идет камера вот и вот такой вот вид у нас получается теперь получается нам необходимо сделать что первым делом то есть если мы идем в зависимости вот какой вариант мы выбираем я выбираю то есть фоновый в этом случае мы берем обычный скажем так светильник но нам желательно сделать такой вот момент то есть если мы пробуем все это по реальным размерам делать то и соответственно для фотосъемки нам необходимо посмотреть ну какой-нибудь пускай будет ладно здесь только это у нас никто нам надо поискать посмотреть какие-то варианты по поводу света там есть ну среди вот этого всего есть очень большой набор но нам желательно конечно посмотреть какие-то варианты стандартные по размерам осветительных приборов то есть есть такой момент как можно конечно написать вот конечно горшок ну это будет конечно тоже не то в общем сильно долго разбираться не будем в общем нам нужен размер обычного прибора то есть по факту диаметр берем обычный стандартный источник света квадратный ректангл ставим например в 0 ставим пускай будет 300 то есть он все равно создается квадратный опять же ставим 300 то есть выбираем его отравниваем его по вертикали по центру вот и тут же заходим в его настройки и ставим диск то есть чтобы он был круглый ну это конечно большой получается значит мы размер уменьшим ну где-то до 150 или до 200 пускай будет 200 теперь мы его разворачиваем на 180 градусов и двигаем двигаем куда двигаем к нашему фону то есть нам нужно его отодвинуть поближе к фону как бы я предлагаю сделать такую штуку на вот этот на пол сделать материал стандартный ну пускай будет коричневый неважно браун то есть только единственное на английском языке желательно там все писать то есть устанавливаем браун и пока его применяем в настройках я просто температуру поставлю 2900 это получается у нас я ставлю температуру как оттенок а дальше яркость положим 025 пускай будет таким неважным и соответственно на вот эту на фон тоже применяем тот же материал то есть у нас получается мы уже видим как работает световое пятно то есть фактически мы уже видим работу фонового источника света тут уже зависит как бы от каких-то может личных предпочтений вкусов то есть чем ближе мы подвигаем источник фону тем меньше у нас размер этого пятно чем дальше от фона тем размер пятно больше то есть это стандартно то есть если мы будем вот так освещать фон то у нас он будет ну более-менее скажем равномерное затухание то есть если предположим с такого расстояния то равномерней если мы подвигаем ближе то у нас центр больше высвечивается краям меньше я в данный момент могу ну предположим на вот такое расстояние отодвинуть от фона в настройках источника света есть параметр direction то есть это у нас направление в данный момент источник света у нас светит на 180 градусов фактически если мы начинаем ставить 05 то у нас источник света то есть если как бы показать это схематически то получается вот таким вот образом источник света у нас у нас если direction стоит 0 то у нас источник света светит вот так то есть полупруг получается как только у нас стоит 05 значит источник света начинает сужать световой поток то есть он светит вот так уже у него ограничение по световому потоку идет если мы ставим единицу то соответственно у нас источник света ну в принципе сделаем вот так он начинает уже светить вот так то есть вот таким вот образом и это получается у нас три положения все остальное промежуточное то есть 0 только вот так 0 это вот это 05 это вот это положение 1 это вот такое положение направление луча света в данном случае у нас вот теперь понятно мы поставили единицу у нас пятно сузилось мы можем его немножечко расширить но при расширении у нас яркость почему-то увеличивается соответственно возвращаем это в 0 но я вот это все уже уберу вот здесь не нужно ну подвину немножечко ближе к фону то есть приблизительно наверно вот так я немножечко ярко снежу где-то до 50 пускай будет пока так то есть это у нас фоновый источник света сразу же мы его подписываем то есть это у нас с back ground и соответственно выключаем его дальше возвращаясь то есть вот эта часть у нас как бы есть дальше идет моделирующий свет то есть моделирующий свет представляет из себя на какой вариант здесь еще такой момент что частенько почему-то в последних версиях раньше такого не было в последних версиях вероятно перезапускать интерактив для того чтобы он обновился но в вероятно еще кнопки обновления нет то есть для редакции есть а моделирующий то есть моделирующий свет это у нас такой свет который скажем что-то высвечивает конкретное определенное что-то моделирует ставим 0 ставим 100 и здесь ставим 100 предположим и опять же идем его настройки соответственно переставляю его пока в диск и например поставим 75 по размеру и по яркости чуть меньше его уменьшим то есть предположим мне необходимо этим источником света высветить колено только колено то есть я нахожу такое положение которое мне поможет например осветить только колено нашей модели в данный момент как бы во-первых сам источник света яркий его можно сделать чуть-чуть меньше и он у нас направленный то есть дирекшн если стоит 0 направление то он будет светить на 180 градусов и соответственно он находится в районе колено но освещает еще и головной убор то есть мы по идее должны уменьшить сузить его то есть сузить его можно до какой-то определенной степени поставим например 85 то есть он теперь светит строго в какую-то точку даже в принципе можно поставить единицу вот таким вот образом у него станут жесткие края то есть вот он ну чтобы такой жесткости не было можно кстати можно выйти таким способом можно прям внутрь самого источника света вложить в карту градиент выбрать здесь спайк градиент немножечко изменится и соответственно среди направлений выбрать круговой но поменять раскладку по цвету здесь поставить черный здесь поставить белый то есть мы тем самым немножечко можем как бы обмануть программу да и сделать вот эти края попытаться сделать их уже еще но только с помощью градиента чтобы не было резких границ то есть мы можем и размер менять а можем и градиент то есть опять же уменьшаем яркость потому что он довольно таки яркий ну предположим до вот такого предела и соответственно в опциях убираем отметочку вернее ставим отметочку invisible чтобы он не был виден в камере и дальше находим положение то есть освещаем предположим только колено то есть вот это моделирование ну именно свет выполняет эту функцию моделирование то есть если мы захотим что-то еще высветить отдельное конкретно не знаю там локоть плечо там так положим хотим высветить его ботинок то есть нам в этом случае надо опустить наш источник света вот он один ботинок высвечен соответственно идем светить второй я сделаю make unique то есть поставлю уникальный вот этот источник света и попробую только не в эту сторону на минус 30 нужно смотреть стрелочку туда показывает и опять же опущу пониже его то есть сделаю вот такой вот момент то есть теперь у нас ясно видно что высвечены только высвечена только обувь то есть дальше мы не знаем что там происходит но у нас два источника света они что-то моделируют что они моделируют то есть они нам показывают акценты какие-то то есть вот эти два источника мы можем спокойно зайти и вот здесь модель я буду на английском писать пускай будет первый и первый уже выключу и соответственно можно отсюда название скопировать то есть выделить скопировать ставить сюда и написать второй то есть они по мощности очень маленькие направленные вперед то есть у них световой поток сужен то есть выключаем и второй вот как бы казалось бы уже все выключено но дальше просчет продолжается и обновлений никакого нет почему-то в новой версии такое непонятно то есть вопрос к разработчикам то есть как бы мы получается в данном случае перезапустим еще раз у нас источники света отключены значит освещение не срабатывает то есть моделирующий мы определились тоже идем к контровому свету то есть это свет который у нас прорисовывает нам контуры то есть теперь получается мы должны источники света брать как в реальной жизни то есть мы ставим в ноль ставлю 300 миллиметров и ставлю 1800 то есть вот такой источник все равно он будет работать для вот такой маленькой модели почему потому что размер из реальной жизни то есть мы поворачиваем на минус 45 градусов и уводим источник света за за кадр как далеко его располагать это уже зависит от скажем предпочтений то есть я буду его немножечко отодвигать за границу кадра то есть этот источник света он фактически нам отрисовывает контуры объекта то есть в данном случае он нам объект с вот этой стороны где находится источник света он нам его отделил то есть он прорисовал контуры если на этой части у нас контур в каких-то местах сходится с фоном ну и соответственно тень да то в этом месте у нас контур четкий то есть мы видим полностью контур до какого-то момента где он там прерывается то есть с одной стороны мы поставили контр выисточник света соответственно мы можем сделать копию поставить со второй стороны единственное что необходимо сделать сделать его уникальным скажем так в данном случае у нас то есть я вот на данный момент пол этот залочу чтобы он нам не мешал и заднюю плоскость тоже залочу соответственно выбираю вот эти два источника и при выборе здесь в настройках есть слово множественное число то есть большое количество источников света выбрано несколько и уменьшим их яркость до какого-то варианта то есть предположим например до такого здесь еще получается на этой модели нет никакого материала можно это положение подправить то есть вот этот цвет сделать дубликат и соответственно добавить ну пускай не глоссе будет made здесь немножко глоссе не подходит то есть мы применили и немножечко поднимем яркость отражений где-то на половинку чтобы у нас отражения появились но мы их размоем то есть нам такие зеркальные нужны нам нужен глупо говоря матовый объект то есть в принципе это даже где-то до такого ну 0.4 конечно мало желательно лучше не ставить маленькие значения потому что начинается вот эта серость переползать полностью то есть если предположим ставить то лучше ставить через пробовать ставить через карту палуб но в режиме френеля тогда вот эти крайние значения они как бы немножко ближе к реальности можно даже попробовать поменять вариант но тогда у нас получится объект не размытый а более глянцевый поэтому оставляем так то есть оставим карта нам важно теперь видеть вот этот контур то есть в принципе опять же можно остановить и перезапустить по новой интерактив потому что не всегда он правильно срабатывает ну вот мы видим теперь что у нас источников света не хватает чтобы нормальный контур сделать то есть мощности не хватает мы в данном случае поступаем следующим образом то есть как вот мы смотрим на модель можно ориентироваться по рукам можно по модели можно ориентироваться по модели как мы смотрим то есть вот этот правый я буду писать вот здесь контр пускай будет так а здесь у нас соответственно левый то есть в этом месте нужно сделать копию просто вставить и соответственно написать let то есть вот они наши два ну в принципе по большому счету нам необходимо было сделать по номерам то есть первый название поставить первый да соответственно то здесь у нас получается 2.0 вот здесь у нас получается 2.1 вот здесь получается 3.0 и этот получается 3.1 пока что ну то есть чтобы как-то ориентироваться то есть у нас не хватает мощности ставим 30 опять же ставим в этом 30 но поскольку не сильно часто обновляется поэтому лучше конечно это все остановить и перезапустить по новой тогда мы будем увидеть более четко то есть в данный момент у нас наша фигура отделилась от фона то есть она отделяется и тут у нас такой как бы момент пробуем прям сюда то есть чем ближе мы будем подтягивать к объекту тем больше у нас свет будет заходить из задней части на переднюю соответственно чем дальше мы будем их отдвигать тем у нас свет будет скажем обрисовывать такую тоненькую тоненькую полоску здесь уже как бы личный выбор для каждого нужна широкая полоса либо нужна узенькая то есть я в данном случае увеличу до 60 яркость и вот мы смотрим что у нас контур есть то есть он отделился можно конечно чтобы на пол меньше было света поднимать источник света повыше но тогда у нас нижняя часть будет скажем теряться в этом случае самый такой не то что нехороший вариант но почему-то Vray для Rina разработчики еще пока не сделали систему Include Exclude хотя вот если перейти например пускай будет Envarian Include то соответственно вот здесь как бы уже начинает эта система срабатывать и плюс если брать предположим такой момент как Clipper Plane то в этом случае уже эта система есть внутри Clipper Plane там уже есть exclude то есть вот как раз возникает вопрос почему эта система еще не применяется в соответственно я источники света поднимать не буду но они у нас уже подписаны то есть выключаем один выключаем второй как бы все у нас обновилось вроде сработало то есть контровый мы соответственно поставили далее у нас идет заполняющий свет вариантов какое-то количество можно заполняющий свет оставить вот здесь зайти настройки environment то есть окружение и немножко до какой-то степени поднять яркость скажем так то есть если остановить расчет допустить еще раз по новой у нас пока нет никаких вариантов но если поставить на полную то есть белый свет то у нас вот уже там на картинке что-то появилось оно конечно не такое как хотелось бы чуть-чуть хотелось бы повыше чтобы тени были хотя бы там где-то в районе 30 то есть правой кнопкой на картинке можно щелкнуть и посмотреть по теням они вот 3 надо чтобы было хотя бы минимум там ну минимум самый 20 в этом случае лучше поступать не здесь менять цвет вот один из вариантов ну то есть по идее надо посмотреть два их то есть мы берем дом купол и ставим его пустым то есть мы в него не вкладываем никакую карту он пустой переключаем его на на сферу у нас уже что-то появилось вот этот штамп сейчас уберу чтобы не отображался вот у нас что-то появилось там но в этом случае мы можем увеличивать как положим мощность мы можем поставить вот таким вот образом посмотреть тени там 46 теня 8 ну то есть как бы уже у нас все заполнилось ровным светом то есть он заполняющий вот он как раз нам картинку скажем так заполняет то есть он тени подсвечивает в данный момент у меня ну как бы не хочется напоминать такие тени да хочется чуть-чуть поярче то есть картинка вся видна но тени уже не такие глубокие соответственно это первый вариант то есть можно написать что это у нас fill light это заполняющий это V1 то есть это первый вариант второй вариант как бы мы выключаем его устанавливаем наш рендер соответственно запускаем по новому второй вариант обычно рекомендуется по поводу заполнения делать ставить источник цвета ну пускай он будет например там 1200 это не 12000 1200 и 1200 вот так и располагать его строго за камерой то есть развернуть его на 180 градусов отвести за камеру и выровнять то есть вот его скажем вариация работы соответственно смотрим тени у нас проработались в тенях вот 16 я вот ту часть не беру я беру именно тени которые на объекте то есть соответственно если у него яркость большая значит можно ее немножечко понизить но у нас рисунка здесь нет потому свет довольно таки плоский свет плоский всегда от камеры то есть на объект направлен но сюда плоский то есть его настройки поставлены 50 а где-то 30 пускай будет вот таким вот образом и соответственно мы пишем опять же fill light v2 то есть можно использовать либо то либо то то есть вот здесь мы поставим 4.0 и соответственно поставим 4.1 то есть получается мы их во-первых называем во-вторых смотрим как это работает какие функции опять же останавливаем смотрим заполняющий свет можно отметку поставить он у нас есть теперь смотрим рисующий свет опять же запускаем интерактив берем обычный источник света и соответственно на виде сверху например softbox 900 на 900 хотя будет такой можно 600 на 600 но как бы неважно хотя в принципе можно здесь в данном случае поставить немножечко меньше то есть поставим 600 на 600 мы настроим источника света то есть вот это у нас но он ключевой рисующий ну paint light он не может называться поэтому key light то есть вот он пятный и теперь желательно его по нашим канонам развернуть на 45 градусов только не туда вот так хотя лучше сделать каким образом самый нормальный вариант это выровнять его по центру и по вертикали отодвинуть на какое-то расстояние от модели соответственно взять инструмент поворот чтобы четко и повернуть его на 45 градусов вот в этом случае если переключиться на перспективу в этом окне у нас теперь получается такая возможность то есть мы его поднимаем выше уровня модели и соответственно вот по вот этой оси разворачиваем на 45 градусов он у нас конечно довольно таки большой для этой модели ну в принципе мы оставим это так единственное только мощность для его прибрать до какого-то уровня ну предположим вот так то есть мы из источника света вот смотрим вот в это место но в настройках лучше поставить ему 0.5 и опять же все равно придется то есть у нас ректангел мы поставим диск и придется ему поставить вот этот момент по поводу направления 0.5 то есть чтобы он светил под 45 градусов у него был такой конус то есть размеры меняются а конус здесь никак отображается в программах в принципе такой вариант применяется то есть там можно это сделать ну вот здесь единственное конечно карту отключил бы чтобы немножко все таки у нас был объект глянцевым вот и теперь получается мы можем вот этот источник света на виде сверху крутить вокруг модели то есть каким образом обычным поворотом то есть мы ставим с привязкой по поинту точку и например ставим боковой свет то есть видим рисунок нашей модели если мы ставим в обратную сторону смотрим с этой стороны какой рисунок будет у нас если мы будем располагать с этой стороны то есть дальше уже идет непосредственно скажем кусок поставим на 45 градусов посмотрим будет вот так то есть плоско соответственно вот эта игра с рисующим светом она у нас идет скажем либо по стандарту либо по стандарту либо мы уже точно знаем что хотим поставим на 45 градусов с этой стороны мы привыкли читать слева направо так пишем ну вроде как есть такие моменты что мы воспринимаем с этой стороны лучше свет чем с противоположной но это под вопросом тут как бы вот и дальше соответственно у нас рисующий свет есть мы его выключаем и теперь посмотрим как бы как это все выглядит по очереди то есть я пока остановлю соответственно поставлю минимальные настройки то есть пускай будет порог шума номер 1 здесь кстати вот сегодня буквально встретилась настройка вот такая то есть можно использовать вот так и дальше у нас тут ну правда я подниму для 750 немножко быстрее но уменьшу ну и тут можно поставить 80 и чуть-чуть приподнять 30 то есть сначала сделаем как бы какое-то количество картинок чтобы можно было сравнить то есть включаем первый и делаем картинку то есть нам надо от чего-то хотя бы отталкиваться то есть вот она есть соответственно в комментариях можно написать background light вот дальше его выключаем включаем оба моделирующих и соответственно тоже делаем просчет то есть у нас получается высветлены только обувь но здесь маленькая мощность поставим в два раза больше и картинку делаем по новой то есть вот у нас уже идет один сапог второй сапог то есть вот это можно удалить а здесь написать модуль light соответственно выключаем эти контролы смотрим как он отрабатывает то есть у нас от фона наш объект отделился в данном случае конечно будет изображение обрабатываться дольше но в этом как бы ничего сложного и страшного нет но у нас уже видим тоненькие полоски то есть видим как свет работает он работает сзади то есть его уже видно и соответственно по итогу мы получаем вот такой вариант он по идее должен писаться вот так ну напишем так пускай будет выключаем вот это я возьму второй вариант и купол хотя лучше конечно купол брать потому что в этом случае свет равномерный равномерный полностью со всех сторон идет а так свет идет только спереди ну мы возьмем варианты это можно сделать например написать филайт софтбокс вот так и соответственно например второй вариант сделать и уже в этом случае написать филайт дом то есть купол и сравнить то есть если этот а этот в можем увидеть разницу как оправда вырабатывать при софтбоксе более спереди тут идет равноверность со всех сторон то есть можно будет в конечном итоге посмотреть две картинки финальные то есть мы это снимаем смотрим вот этот вариант дом ну и соответственно рисующий рисующий пока с одной стороны то есть вот у нас рисующий свет он нам получается создает рисунок на объекте его конечно по мощности нужно делать поменьше потому что он нам высвечивает модель но здесь можно проверить яркость по пикселям то есть максимально там 180 с чем-то ну пусть как бы 190 но в принципе этого достаточно 184 вполне себе нормально но единственное он у нас опять же светит на пол если бы была система исключения то мы бы на пол могли бы вообще не светить но светили только на модель так мы светим как бы и на модель и на пол но может быть это и реальный потому что в реальной жизни все равно свет на пол светит но как это нельзя исключить пол из освещения поэтому будем считать что рисующий источник света светит как жизнь то есть в данный момент у нас получается вот такой вот световой рисунок на модельках конечно не сильно это тут надо подбирать то есть то есть можно написать кейлайт ну или майн главный по-разному он называется в разных источниках то есть теперь включаем все кроме сначала сделаем фьюлайт заливка куполом а второй сделаем софтбоксом то есть смотрим как у нас получается отрабатывает свет то есть в первом случае идет отработка по куполу она более равномерно скажем создает освещение на модели но также она влияет сильнее на фон и кстати вот фоновый источник света нужно зайти в опции поставить invisible то есть можно установить картинку сделать ее по новой потому что газ за моделью был виден источник света ну прибор световой поэтому желательно конечно его прибрать то есть тут уже после установки всего этого света приблизительно понимаем схему то есть у нас есть пятно на фоне ну пускай оно ярче чем хотелось у нас есть одной стороны контровый свет со второй стороны контровый свет у нас есть фоновый свет от купола и у нас есть рисующий свет то есть соответственно по итогу мы получили такую картинку я вот здесь это все уберу чтобы цвет вернулся нормальному состоянию зайду в кривые немножечко добавлю контраста чуть-чуть до вот такого состояния ну пускай будет то есть соответственно мы видим вот эти все моменты то есть как у нас отрабатывать свет где у нас подсвечены ну мы знаем вот он маленький плечок один маленький плечок второй то есть как бы контровый не может это делать из той из той стороны то есть мы подсвечиваем то есть это у нас картинку я удалю вот эта картинка у нас идет я напишу full light полный свет но дом то есть я написал купольный свет заливка заливающий ты выключаем купол включаем тут источник выполняющего света который стоит за камерой и соответственно пробуем сделать расчет здесь уже совсем другая картинка вот этот цвет он меньше влияет на фон и соответственно фон у нас больше проседает то есть становится темнее поэтому вот какой выбирать заливающий или купол или просто за камерой это тоже зависит от как бы вкусовых предпочтений но я бы сделал для того чтобы картинку более скажем уравновесить ну в плане чего уравновесить я бы создал дубликат вот этого материала но написал предположим его dark вот так и вот эту яркость вот здесь то есть ничего бы не трогал только яркость поставил где-то до 0.1 и соответственно разблокировал все выбрал бы пол и темный материал применил к полу чтобы свет на него меньше влиял то есть получается если я сделаю темным пол да то свет отражаться будет меньше соответственно вот эта часть картинки будет темнее то есть она будет ближе вот той которая у нас на заднем плане на фоне то есть вот мы в конечном итоге получили вот такой вариант картинки то есть вот здесь можно можно перейти вот сюда скопировать вот эту часть и соответственно ставить только взять что будет fill fill light south box вот таким вот образом и теперь получается мы применили на вот эту часть более темный материал и попробуем сделать расчет всего там стал темнее но как бы его необходимо чуть-чуть ярче сделать не 0.1 а скорее всего где-то 0.15 то есть если остановить расчет он чуть-чуть ярче станет и в итоге получить немножко другую картинку то есть вот такого плана и соответственно дальше уже идет непосредственно скажем настройка и настройка мощности и варианты по поводу яркости материалов то есть как бы все функции которые в начале вот были да они вот все выполнены даже в рисующем здесь можно поставить нет ну второй вариант рассматривать не буду конечно такой же самый то есть пять видов пять видов света и пять задач света и функций то есть идет освещение фона освещение каких-то отдельных частей идет отбивка от фона то есть отрыв модели от фона заполняющий свет это заполнение теней то есть вот эти места чтобы теми не были слишком черные то есть тут десять и выше то есть в фигнях как бы черной точки нет соответственно рисующий нам создает какой-то рисунок то есть эта сторона у нас ярче мы видим что больше в этой стороне у нас идет освещение нашего объекта то есть мы получаем скажем из подписанных вот начиная отсюда то есть было так да включаем по очереди вот у нас моделирующий пошел дальше у нас идет контровый дальше у нас идет заполнение одно второе соответственно рисующее и в конечном итоге мы получаем картинку такую с освещением куполом какую-то чуть-чуть меняющуюся с освещением просто источником света и в конце если мы там доделаем дорабатываем материалы то соответственно получаем вот такой вариант это классическая схема то есть ее можно модифицировать как угодно но это даже не схема это по факту задача каждого источника света то есть вот они 5 задач если их использовать то соответственно мы можем получить очень замечательный результат в конечном итоге поэтому при работе со светом лучше всего вот эти моменты делить себе по поводу того какой свет какую он задачу несет и уже соответственно от задачи самого источника света строить световые схемы то есть как таковой одной ее нет их варианты но в каждой сетевой схеме каждый источник выполнял свой то есть в данный момент вот она такая соответственно получается у нас в итоге получилась такая вот картинка хорошая она не хорошая это другой вариант уже разбираться на вкус но она вот имеет такой вид плюс еще иногда бывает скажем если снять пока отметочку с камеры чтобы линия пола вот это была на уровне например с вот этой части нижней модели то нам желательно камеру например вот так опустить то есть вот мы ее опустили у нас конечно изменится сама картинка то есть мы как бы снимаем больше снизу ну и соответственно меняется и свет то есть как бы меняется картинка по восприятию то есть она будет немножечко отличаться только позиции камеры но она также и будет отличаться тем что вот здесь в нижней части изображения меньше света скажем так отстал то есть мы четко отчетливо видим тень но уже картинка она ближе к темному варианту то соответственно вот в этом случае мы получаем такой вариант освещения но теперь нам с этой стороны нужно у мощных источника света поставить выше потому что на этой стороне мы вот свет видим сзади работает контрол а на этой стороне потому что еще и рисующий есть у нас здесь надо мощность контрола света повышать чтобы появилась эта полоска но картинка у нас изменилась то есть у нас она была вот такой и стала вот таком то есть нужно смотреть по ракурсу и дальше работать с композицией со всеми остальными цветами то есть единственное учитывать в себе что свет выполняет и решает какие-то задачи то есть у каждого источника света определенная задача вот они пять классических это для больше касается матовых объектов для глянцевых объектов видео я уже записывал на примере духов шамель то есть там четко рассмотрена работа со светом на глянцевых объектах то есть вот мы в конечном итоге видим вот такой вариант то есть предположим если я поставить не вот такой цвет коричневый да а поставить например создать материал да какой-нибудь железный скажем пускай будет 0.7 отражение снимаем мель и поставлю где-то тоже пускай будет 0.7 то есть и применим вот скажем какой-то материал железа то в итоге я получил совсем другую картинку то есть я не увижу того света который я ставил практически он изменился потому что получается у нас это металл и соответственно с металлами нужно работать как с объектами отражающими глянцевыми но по факту не матовыми поэтому здесь не сработает этот момент поэтому лучше всего применять конечно вот эти схемы для объектов с матовым покрытием то есть вот таким вот образом соответственно здесь схема это работает если ее как-то менять ее в принципе можно менять источником света ставить ну предположим например выбрать этот источник света и поставить его предположим лучше конечно цвет источника света ставить здесь внутри потому что здесь есть температура а то есть если я поставлю 2000 например у меня будет оранжевый если я поставлю например 10000 у меня будет синий свет то есть с одной стороны ставлю синий со второй стороны со второй стороны ставлю 3200 предположим света то есть вот такой и попробую посмотреть, что получится что изменится теперь мне уже видно как отрабатывают эти изменения то есть с одной стороны вот оранжевый свет оттенок уже появился, вот он оранжевый с одной стороны более холодный то есть теплый, холодный соответственно если вот этот свет я поставлю тоже например, тёплый 3200 а заполнение поставлю вот здесь 1012 например, вот такой у меня картинка изменится то есть вот она уже совсем другой вид приобретает она совсем по-другому начинает смотреться и, соответственно, предположим, если я на фон поставлю цвет то есть изменю вот здесь ну, например, 3500 тоже такой тёплый то вот я уже вижу, как у меня вот здесь холодный отрабатывает здесь уже более теплей становится ну, то есть картинка уже начинает разделяться соответственно ну, пускай она уже убедит до расчёта, дойдёт до конца ну, то есть для того, чтобы сравнить ну, как бы картинка, которая была у нас перед этим с обычным светом на источнике света то есть белым ну, линейный свет белый строго белый, без оттенка, без ничего то, соответственно, когда мы поставили разные цветы источников света мы, соответственно, получаем совсем другой вариант он, ну, довольно-таки отличается опять же, моделирующий свет мы можем тоже поставить совсем другой оттенок у моделирующих источников то есть, если всё делать последовательно пошагово то по итогу мы получим довольно замечательную картинку то есть мы можем вот эти две ну, даже можно сравнить с вот этой это с обычным светом вот эта уже с изменённым светом вот она разница то есть срабатывает уже совсем друг по другому картинка выглядит и, соответственно, если теперь мы и фон ещё источник света изменили то и на фоне тоже у нас картинка более выровнялась скажем стала ближе ну, к какому-то однообразию по освещению то есть фон теплее стал объект теплее стал у нас контровый свет холодный соответственно можно в холодном делать можно в тёплом ну, то есть дальше уже идёт работа с светом с цветовыми схемами опять же с композицией и со всеми остальными моментами то есть картинку довести до желаемого результата в итоге можно но если ориентироваться на задачи источников света то в итоге мы можем получить довольно неплохой вариант подачи самой картинки то есть получить желаемый результат и по цвету и по свету и по настроению и по объёму то есть вот таким вот образом как бы идёт построение желательно это всё делать пошагово подписывать к себе чтобы было понятно и соответственно себе держать какие функции выполнять по источнику света и плюс учитывая то, что это матовый объект для зеркальных отражающих световые схемы совершенно другие и принципы работы тоже совсем другие присоединяется для зеркальных отражающих в целом безусловной причины учитывая то, что это и крыши и тук и и и и и и и Продолжение следует...